Поздравить ветеранов моряков пришли глава Десногорска Андрей Шубин, председатель городского совета ветеранов Игорь Журавлёв и представители общественности. Моряки-подводники, моряки-десантники, моряки-пехотинцы. Доблесть и надежная основа обороноспособности нашего государства. Ваша служба требует серьезной подготовки, особого состояния души, особого призвания. Вы прошли крещение водой и огнём, отстояли право нашей великой страны стать независимой и процветаемой. Желаю морякам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма. В настоящее время Десногорское морское собрание насчитывает 56 человек, и его ряды ежегодно пополняются. Среди десногорцев есть ветераны морского флота, которые служили на атомном крейсере «Пётр Великий», на подводной лодке «Смоленск», а сейчас они работают на предприятиях города. Основная задача Десногорского морского собрания – это гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работаем не только в городе, но и по всей области. Тем более, сейчас создан в Смоленской области департамент по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. Это значит, что страна всерьёз начала заботиться о том, чтобы наша молодёжь любила свою родину, так же, как их отцы, готовы защитить свою страну в любую тяжкую для неё минуту. Капитан второго ранга Владимир Петров вручил юбилейные медали 320 лет Военно-морскому флоту России ветеранам морской службы. Медалями награждены Виталий Апутин, Василий Шевшуков, Юрий Ильичёв, Олег Стосько и Степан Пугачёв. За неравнодушное отношение к ветеранам-морякам благодарственными письмами Десногорского морского собрания удостоены глава города Андрей Шубин и председатель Комитета по культуре и молодёжной политике Светлана Головачёва. Собравшиеся почтили минуты молчания память погибших моряков и возложили цветы к мемориалу. Субтитры создавал DimaTorzok